Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта Древа Поэзии, а также человек, который попал на этот ролик, выложенный на YouTube. Меня зовут Андрей Кабилов, и вы сейчас находитесь в интернете, находитесь за экраном своего монитора по ту сторону. И несмотря на то, что нас отделяет с вами вот эта стена цифровая, всех этих цифровых электролизов или электрозов, в общем, как у вас там все обстоит, может быть, вы даже смотрите меня в сотовом телефоне, или даже ноутбук открыли. Я все равно встречаюсь с вами, мы с вами все вместе вот так вот находимся в этом ролике. Недавно я сбрил бороду, и это очень сильно радует меня. Я обновился, я сделал небольшой апгрейд, обновил систему. Систему. То есть у меня теперь новое техническое оснащение. Сайт Древа Поэзии, который я вам рекомендую посетить, если вы на YouTube, а если вы на сайте Древа Поэзии, то welcome, welcome, добро пожаловать. Это журнал, блог, который ведут два автора, Александр Тюнинбаум и Андрей Кабилов, то есть я. Недавно мы запустили замечательный проект. Проект Интернет-радио, нашего журнала Древа Поэзии. Это просто потрясающая идея, которая сейчас округляет меня, я только об этом и могу говорить, больше ни о чем. Если вы автор передач, которые выкладываете в интернет, причем желательно разговорных передач, то вы можете присылать эти передачи, вы можете заявлять о себе и говорить о том, что вы хотите принимать участие в жизни этого интернет-радио. В данный момент сетка вещания доступна для вас. Она просто никем не заполнена. Есть уже один подкастер, который откликнулся на сегодняшний день. Его имя Андрей, а ник Грей. Это легендарная личность для многих людей в сети, для ассоциации Нарп, для пользователей подкастеров сайта Арпот, сайта Под.ФМ. Многие люди знают Андрея. Многим Андрей помог. И, пользуясь случаем, я передаю ему привет. Привет, Андрей. А я знаю, что он будет смотреть наше сегодняшнее видео. Он уже транслируется на нашем радио. Он выходит по пятницам в три часа дня. Каждую неделю в три часа дня по пятницам слушайте подкасты Грей Дева. Подкасты передачи называются «Серая волна». Замечательный человек, замечательные мысли у него. Рекомендует разные ресурсы, сайты. Просто я сам даже на себе убедился. Он зарегистрировал меня на одном музыкальном ресурсе. Потрясающий сайт. Потрясающий. Забыл, как называется. Он в комментариях может пояснить, как он называется. Но в ссылках он у меня остался. Там, чтобы туда попасть, нужно получить инвайт. И он как раз пригласил меня. Я направил ему запрос, добавил его в друзья во ВКонтакте. И он одобрил запрос. И теперь я могу слушать музыку и наслаждаться музыкой 20-х, 30-х и 40-х годов. Представляете, пластинки, бобины вот эти вот древние. Просто что-то, какие-то записи старого радио. В потрясающем качестве. Там можно все это покупать. Можно просто слушать онлайн. А можно купить. Одна композиция 10 рублей. Стоит альбом около 100 рублей. И это не пиратская запись. Это качественное аудио, купленное легально. Легальное аудио, легальный цифровой контент. Приобретайте легальную музыку и будьте спокойны, что вы не нарушаете самый главный христианский закон, закон о непререкаемости и незыблемости частной собственности. Это очень хорошо, что есть частная собственность. Какой смысл делать аудио, подкасты, видеоподкасты, если нет частной собственности, если ты не владеешь тем, что ты делаешь? Смысла никакого нет. Поэтому очень важно, чтобы она защищалась. И давайте все делать только авторский контент, как вот этот говорящий бюст, с вами сейчас говорящая голова. Как недавно подкастер Айрат, Арарат из Нижнего Новгорода, он возмущался тем, что ему не нравится быть говорящей головой. Но не всякая говорящая голова Айрат может быть какой-то такой депрессивной, депрессоидной или ненужной. Еще раз передаю всем привет. Еще раз привет, привет, привет. Всем хорошего вам настроения. Желаю вам приятного времяпрепровождения в русскоязычном интернете, то есть рунете. Желаю вам получить очень много полезной и нужной информации, много эмоций от чтения и знакомства с нашим сайтом «Древо поэзии». Пишите ваши комментарии, сотрудничайте со мной, пишите письма с предложениями о сотрудничестве на e-mail mailsobachka.poetry.ru И если мы с вами договоримся и найдем друг друга, а если вы позитивный человек, то мы с вами договоримся и найдем друг друга, то мы будем с вами сотрудничать. И, конечно же, высылайте денег, меценаты, помогайте нашему сайту, высылайте денег, помогайте деньгами, потому что, поддерживая такое доброе и полезное всем нам начинание, вы мне настроение улучшаете и жизнь продлеваете нашему проекту. И главное, увеличивайте возможности. Мы можем делать еще более качественные передачи, у нас еще больше времени будет, еще больше технических возможностей, и еще больше людей узнает о нашем журнале «Древо поэзии». Поэтому высылайте деньги от тысячи рублей, потому что, ну, 500 рублей – слишком маленькая сумма. Тысячу рублей высылайте сразу. Тысячу рублей. И выше, и больше. От тысячи и больше. Как к вам подскажет ваш внутренний голос. На этой оптимистической ноте я с вами расстаюсь. Будьте здоровы и счастливы.